За круглым столом в рамках работы общественного штаба независимого наблюдения за выборами обсудили насущные вопросы, один из которых касается фейковой информации. И больше всего здесь уязвима сфера здравоохранения. По мнению экспертов, недостоверные сведения могут коснуться темы вакцинации. «Мы считаем, что в сегодняшней ситуации вообще в принципе вранье, оно излишнее. Люди находятся в состоянии все-таки постпандемийного периода, и поэтому я считаю, что сегодня нужно говорить о всех происходящих на территории Российской Федерации процессах открыто». Системную работу перед выборами выстраивают, принимая во внимание региональные особенности. На прямую связь со штабом 63-го региона сегодня вышли представители сразу восьми субъектов. Обмен положительным опытом – важная составляющая для создания комфортной для избирателей обстановки на выборах. «Если говорить о таком подходе, главном по снятию фейк-ньюсов, это стратегическая задача – максимальная открытость проведения всех процедур. И чем больше мы этот принцип исповедуем сами, тем больше возможностей всем остальным, какие бы провокации ни планировали, снимать их уже за год». На заседании поговорили и о новых, уже принятых правилах аккредитации СМИ на выборы. Подавать заявки для работы на избирательных участках журналисты начали 30 июля. С учетом трехдневного голосования их права были расширены. Журналисты смогут присутствовать на участках, знакомиться с протоколами об итогах голосования, получать их копии, а также вести фото и видеосъемку, предупредив председателя и секретаря комиссии. «При этом установлено, что СМИ должны обеспечить наличие специального профессионального стажа работников СМИ не менее двух месяцев. И этот порядок, он достаточно демократичен. Например, избирательные комиссии ЦИК и областная избирательная комиссия любого субъекта, этики, они не будут проверять наличие этого стажа. Но заявление о том, что есть такие требования и соблюдены – это обязанность уже СМИ». Как подчеркнули в ЦИК, работа СМИ направлена на объективное, беспристрастное и профессиональное информирование избирателей о ходе выборов, процедуре голосования и подсчете голосов. Тем самым журналисты внесут вклад в обеспечение открытости выборов. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События.